Вескульт привет, друзья и ученики! В прошлый раз в цикле тренировок на Дельте я вам показал тренировку на промежуточные мышечные волокна. Сегодня мы с вами будем тренировать гликолитические мышечные волокна. Но наша тренировка будет не простой, а не обычной. Будет она круговой. Почему круговая, вы поймете чуть попозже. Во-первых, мы с вами будем делать три упражнения. Будем тренироваться со свободными весами. Почему со свободными весами? Потому что только свободные веса дают самую большую массу. Ни один тренажер не даст вам той отдачи от тренировки, как даст штанга или гантели. Начнем, как всегда, с ротаторной ланджирки плеча. Для того, чтобы не травмировались наши дельты, для того, чтобы силы, которые действуют на сустав, уравновешивались. То есть, три наших пучка дельтовидной мышцы и мышцы-ротаторы, которые, по сути, и составляют сустав, должны быть примерно равными по силе. Но это не совсем корректно. Естественно, они могут быть равными по силе. Но развивать их силу равномерно нам просто необходимо. Для того, чтобы сустав постоянно был в равновесии. Чтобы его не выворачивало, не выкручивало. Чаще всего причина травм, боли в плечевом суставе, именно слабая ротаторная манжетка плеча. А тренируются ротаторы только определенными упражнениями, которые большинство не делают. Почему? Потому что просто не знают об этом. Итак, мы сделали упражнение на ротаторную манжету плеча. Следующее упражнение, я надеюсь, вы его уже знаете, кто смотрит мой канал. Не только знаете, но и выполняете, и любите его так же, как и я. Это экстензии с одновременным отведением ганделей в стороны. Отличное базовое упражнение абсолютно на все группы мышц. Работают мышцы целиком и полностью. Попробуйте, вы почувствуете это отличное гормоновыбрасывающее упражнение. Плюс оно очень хорошо разогревает задний пучок дельты. Не будем забывать, что дельта состоит из трех пучков. И несмотря на то, что берут они начало все в одном месте прикрепления, но крепятся в итоге в разных местах. Поэтому выполняют разные движения. Поэтому на каждый отдельный пучок нам с вами необходимо делать отдельное упражнение. Будем мы с вами делать три упражнения сегодня. Первое. Отведение гантелей, лежа в наклоне. Второе. Будет жим гантелей сидя. И третье упражнение. Подъем штанги перед собой. Естественно, на передний пучок дельта. Будем мы их делать в следующем режиме. Будем выполнять подход одного упражнения. Отдыхаем. Будем выполнять подход второго упражнения. Отдыхаем. И подход третьего упражнения. Снова отдых. Таким образом у нас будет увеличиваться время отдыха между одним и тем же упражнением. Что даст нам возможность работать с более серьезными весами. В большем количестве повторений. Естественно, будет и отдача больше. И не будем забывать, что каждый пучок, сам по себе тренируясь, привлекает к плечевому суставу много крови. Мы будем убивать очень много зайцев. Одним этим тренировочным приколом, если хотите так. Таким принципом. Попробуйте. Вы сами удивитесь, насколько это эффективно. Естественно, перед каждым упражнением нужно будет сделать 2-3 разминочных подхода. Плавно подойти к рабочему весу. К первому упражнению мы с вами не будем делать разминочные подходы. Разве что можно сделать прикидочный подход. Потому что в экстензиях, с одновременным отведением гантелей в стороны, мы с вами уже проработали задний пучок. Он у нас разогрет. А вот в жиме гантелей сидя и в подъеме штанги перед собой, нам необходимо сделать разминочные подходы. После чего, друзья, мы с вами приступаем к тяжелой работе. Берем гантели на 10-12 повторений. Условно мы должны выполнить с этим весом. Подбираем, соответственно, такие гантели. И выполняем упражнение. После чего отдыхаем минуту-полторы. И делаем рабочий подход в жиме гантелей. Тоже на 12-15 повторений. Затем следует минута, максимум 2 отдыха. И выполняем наше упражнение на переднюю дельту. Это, как вы уже поняли, подъем штанги перед собой. Я выполнил 4 таких круга. Выполняя от 10 до 15 повторений в каждом из упражнений. Попробуйте данную глировку. Отпишитесь обязательно в комментариях, как она вам понравилась. Не забывайте о технике выполнения. Не забывайте о том, что позитивная фаза выполняется в быстром взрывном режиме. Негативная фаза, когда мы с вами опускаем вес, должна быть подконтрольной. И быть в 2-3 раза медленнее позитивной фазы. Это очень и очень важно. Потому что негативная фаза больше влияет на рост массы и силы. А что нам с вами больше нужно, нежели два этих фактора. Естественно, мы хотим с вами становиться и больше, и сильнее. Поэтому обращайте внимание на негативную фазу. Кстати, не забывайте, что травмы больше всего получаются, происходят именно в негативной фазе. Когда мы с вами опускаем вес. Обратите внимание на слово опускаем. То есть, мы с вами, когда поднимаем гантели вверх или штамбу, напрягаем мышцы. И усилием мышцы выполняем подъем. То же самое, друзья, должно быть, когда вы опускаете гантели или штамбы. Усилием мышц мы опускаем вес. Не бросаем его, не расслабляемся и ловим в конце под силой тяжести или гравитации, как кому удобнее. Обращайте на это особое внимание. Кстати, многие писали мне, что я делаю в первом упражнении, когда была тренировка на промежуточные мышечные волокна, все за счет инерции. Нет, друзья, это не так. Я делаю мощным взрывным движением, отведение, позитивную часть движения. Стараюсь поймать гантели в верхней точке, сделать паузу. Естественно, с таким весом это не получается, но я пытаюсь. И подконтрольно, медленно опускаю гантели вниз. Нет в этом никакой инерции. Если я буду делать как, когда тренирую медленные окислительные мышечные волокна, медленно делать позитивную фазу, я никогда не смогу работать с таким тяжелым весом. А вес в таких тренировках на гликолитические промежуточные мышечные волокна определяющий. Чем с большим весом вы работаете, естественно, в отличной технике, подконтрольно, тем больше и сильнее вы будете. Это тоже нужно помнить. Заключительным движением будут шраги. После четырех кругов ада я сделал также четыре подходика на 15 повторений. Это будет заключительное упражнение, после которого наша тренировка с вами будет закончена. Также обращайте внимание, что движения должны быть четкие вверх-вниз. Никаких круговых движений плечами ни вперед, ни назад. Четкий подъем, четкое опускание. Иначе вы рискуете получить серьезную травму плечевого сустава. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. На все адекватные комментарии и вопросы я отвечаю. И не забывайте заходить на мой сайт hmg.ru, где есть все практически ответы на ваши вопросы. В статьях и в видеороликах. Массы всем, друзья, силы без драмы. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней. Отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их. Проверьте свои знания. Проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не тортались на месте. Только развивались, только двигались вперед. Сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время. Просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг. Тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова